всех приветствую в данном ролике речь пойдет про очередную попытку сэкономить связанную с карт нормалей и про простейший параллакс на канале уже есть ролик которым я показывал как можно уменьшить объем занимаемой памяти карты нормали в два раза но забыл упомянуть один момент какой именно сейчас покажу в качестве подобных у нас будут выступать те же самые текстуры что этом ролике этих камней стартового набора теперь собственно чем я забыл упомянуть дело в том что для карты нормали нам нужно всего два канала то есть так как третий вычисляется дело то что нормалит единичный вектор зная длину координаты x y значение по z мы всегда можем вычислить собственно что движок обычный делает при выборе формата normal map для сжатия как видите но где синего канала просто нет то есть зеленый есть красный синего нет у него тупый не сжимает он вообще его игнорирует и он его вычисляет соответственно выбирая формат сжатия dxt 1 у нас фактически появляется третий канал который можем запихать все что нам заблагорассудится например в раф нас собственно почему бы нет именно как это сделать собственно я сейчас покажу данная текстура буду использовать в качестве талонного материала что было с чем сравнивать с тем что и есть и в оригинале есть тем что у нас получится так в данном случае у нас раф нас зашит в альфа канал собственно и он туда и подключаем не будут ничего усложнять это базовый талонный материал для сравнения кубик на котором потом будем сравнивать это наш талонный материал что дальше так уделяем нашу текстуру экспортирую но нужно нормалка и текстура бы искал бы искал лучше сохранить формате тега то спинга какие проблемы являются так понимаете а царь в каналом связано далее открываем фотошоп и эти две наших текстуру запихиваем туда так для начала поработаем с карт нормали нам нужны каналы если у вас этого нет лезем в меню окна и включаем соответственно дело в том что у нас для нормалки нам нужен красный зеленый канал то есть синий в принципе мы можем заменить на все что захотим но дело в том что зеленый канал сживается с меньшей потери качества потом я хотел бы зеленый запихать им на карту нормали соответственно для этого нам нужно зеленый канал переставить на синий делаем это с помощью банального выделения выделил скопировал вставил теперь зеленый синий стали одинаковые вот на в зеленый канал я банально сейчас запихаю тексту draft нас и другой текстура этого данду читали в канал также выделяем копируем и вставляю в качестве зеленого канала собственно всем осталось текстуру сохранить так сохранили и теперь запихиваем движок так смотрим формат сжатин до декст один собственно что нам требовалось так сргб выключаем так теперь задаем уже наш материал говорится исправленные дополнены так также делаем дубликат текстуры бы искал и отключаем у него сжать альфа канал то есть это уменьшать вес текстуры в два раза берем наш новый материал наша уже новая текстура и наша странная карта нормали так ну собственно бы искала подключаем так альф канала у нас тут уже нет на равность уже подключаем зеленый канал другой текстуры вот а теперь собственно если вот и безобразие нам нужно каким-то образом получить карат нормали так в данном случае мне нужен красный и синий канал так как если вы забыли то зеленые перед прикинул на синий канал именно дальше мы как и в том ролике который делал раньше умножаем на 2 и вычитаем единицу теперь нам нужно каким-то образом вычислить третью координату для этого собственно разработчики уже предусмотрено ну да вот вот это вот там дерево норма как прочитается не знаю что она делает я сейчас покажу как именно это вычисляет я сейчас покажу и в общем то все то всего что нам нужно сделать включаем нормалки и сравниваем результат ну разницу видите нет поздреваешь не особо вот справа неправильный материал в смысле новый слева эталонный разницу разглядеть практически нереально хотя сразу говорю до потери качества есть это действительно так то есть поскольку он ну мы фактически больше объем данных жена сжимаем до меньшего размера не может быть такого что без потери качества потери в качестве есть но визуально настолько незначительное что разведите можно только под микроскопом собственно теперь таким образом это вообще все происходит попробую сейчас объяснить да давайте я вам собственно покажу какой формуле вот это надо считает недостающую величину форму на самом деле достаточно простая тут говорится большой привет товарищ пифагору формула следующая формула следующая так побольше сделаю нормально значит так корень квадратный из единицы минус x квадрате плюс y квадрате то есть вот эта формула вот это но так который дарил нормал собственно вот это вот делает одно единственное вот это вычисление связано это очень простой системы у нас есть координаты вот есть нормаль соответственно есть проекции это нормали по оси x по оси y вот по факту у нас здесь получается два трех два прямоугольных треугольника то есть вот один ну и соответственно вот второй то есть в итоге у нас катет вот этого треугольника то гипотенуза вот этого соответственно зная с длину которая равна единице и вот этот катет который мы можем вычислить на x и y соответственно вычислить значение второго катета труда не составляет как раз по этой формуле собственно это и делается вычисление становится конечно немножко больше но при этом экономия памяти идет весьма существенная кстати вот если мы сейчас сравним новый материал и эталонный точнее размер занимаемой памяти то она будет весьма существенная то есть если у это у нас будет так что-то дофига как-то а это диск 11 мегабайт в 11 и 3 мегабайта то у нашего материала будет уже в два раза меньше 5 и 7 экономия мягко говоря существенная до вычислений стало больше есть заморочки нужно там каналы фотошопе перекидывать это все понятно вот но если делать это изначально уже при создании еще модели при упаковке текстур в том же сапсенс пейнтере вот то если делать это сразу то можно весьма неплохо сэкономить это что касается экономии теперь что касается параллакс простейшего параллакс точнее сразу говорит это не полноценный параллакс но простейшем виде ну да параллакс для это понадобится правда уже еще одна текстура карта высот в данном случае нода bump offset данную текстуру мы включаем используем как карту высот и здесь вот значение ну давайте параметр создам шума ряда продемонстрировать вот и собственно уже подключаем к текстурным координатам и к нормалке и к байскалу сейчас по нулям ну и собственно что тогда сейчас покажу я сразу говорю это не замена полноценная параллаксу но некое упадобие так материал инстанс ну пока разницы нету потому что значение там стоит 0 в данный момент собственно теперь смотреть какая будет разница да значение очень маленькое если что порядка 5 сотых ну я думаю разница заметна особенно при изменении значения при нуле вот так вот это выглядит ну там примерно 0,04 как бы камни становятся гораздо более объемными как можно заметить ну понятно что с расстояние это увидеть еще постараться надо ну хотя если приглядеться в общем то видно ну уж пользоваться или нет решайте сами из минусов из минусов конечно да тут условный параллакс требует дополнительные карты высот поэтому стоит я на того ну большой вопрос если конечно что то будьте вблизи разгляды ну да тогда имеет смысл сделать а если нет ну тогда изморачиваться не стоит хотя разница хотя разница вблизи конечно достаточно заметная то есть камни реально становятся более объемными это факт ну понятно что применил это не только для камней ясное дело эффектом галлики земли подойдет да еще много для чего опять же достаточно дешево что конечно большой плюс но сразу это не является полноценной замены параллакс опять же затенение тоже не дает ну уж пользоваться или нет решается где-то максимально просто как видите то есть но с нормалкой ладно то есть вот берем карту высот нода bump offset 11 параметра подключаем текстурным координатам ну давайте еще покажу как можно вот эту ноду вручную реализовать переходить выглядел бы это следующим образом в данном случае красный канал зеленый так возводим в квадрат кстати я не уверен возможно можно было просто перемножить и наверное можно сработать сейчас проверю так потом суммируем берем вычитание из единицы вычитаем то что мы тут складывали и дали нужно ноду скверты излечение квадратного корня то есть вот это вот делает вот это вот то же самое то есть если я сейчас все подключу разницы вы не увидите ну давайте для наглядности сделаю единственное что да я не все еще доделал дело в том что я вычитал третью координату теперь минуту третью координату нужно добавить уже к двум существующим так так аппант вектор и добавляем результат ну как бы заморачиваться честно говоря смысла нет разработчики сделали все за нас но при желании можно заморочиться так сказать для лучшего понимания то есть вот сейчас у нас на а послажен оригинальная нода то есть на б то что я тут навратил то есть сейчас с помощью альфа мы сможем между ними переключаться могу заверить разницы не будет вообще то есть это одно и то же собственно вот вот я сейчас ноль поставлю хоть единица ничего не меняется потому что это абсолютно одно и то же то есть та нода делает именно такое вычисление ну уж пользуются ли всем показанным или нет ну уж решать сами потому что с одной стороны мы неплохо экономим память как мы могли видеть то есть материал фактически скоротился в два раза ну если параллакс не делать и картонс от не использовать вот но при этом у нас немножко увеличилось количество вычислений ну уж стоит оно того не стоит оно того ну уж тут каждый решает сам у меня же в рамках этого ролика все и всем пока пока